Как у нас градуируется термометр? Термометр Цельсия. 0 и 100 градусов. Как выбираются эти температуры? К какому состоянию вещества мы приписываем 0 градусов? Лед. Когда лед тает, переходит в воду. Или когда вода охлаждается, замерзает, превращается в лед. Вот интересно, в древнем Египте египтяне могли наблюдать замерзание воды? Вряд ли, да? Мне тоже кажется, что это практически невозможно. Ну, допустим, что они и могли наблюдать. Как же тогда они могли бы градуировать вот этот термометр, если бы они в то время его изобрели? Я рисую вот так, представляю, обычный термометр, там вот спирт подкрашенный, за окошком у нас висит дом. И у каждого из вас. 100 градусов они как-то могли отметить. Вот поставили сосуд с водой на огонь, он закипел, а 0 градусов, пожалуй, было бы затруднительно отметить. Отмели. Они могли бы взять какое-то другое вещество. Да, но вода бы здесь не помогла, да? Другое вещество. Значит, я заговорил про термометр, потому что вот эти бифуркационные значения оказываются очень важными. Очень важными. Сталкиваетесь ли вы на уроках математики с бифуркационными значениями? Сталкиваетесь на самом деле. Только не называете эти значения таким вот звучным словом бифуркация. Скажите, пожалуйста, вот такое уравнение. х квадрат минус а равняется 0. Сколько оно имеет корня? Ну, конечно, это элементарный вопрос, и можно поступить следующим образом. На плоскости ха нарисовать соответствующее множество точек. Нарисовать, показать, изобразить множество точек, координаты которых удовлетворяют этому уравнению. Итак, плоскость ха. Что получится здесь на плоскости? Парабола, конечно. Если мы а выразим через г, а равняется х квадрат, вот это парабола. И глядя на этот рисунок, легко можно сказать, сколько корней имеет это уравнение. Берем какое-то отрицательное а. Посмотрели вправо, посмотрели влево. Увидели мы точки нашего множества здесь, на этой прямой? Не увидели. Точек нет, значит и корней. Уравнение тоже нет, потому что корень это абсцисс с этой точки. Так, если возьмем положительное а какое-то, посмотрели вправо, посмотрели влево. Увидели точки нашего множества? Да, две. Раз две точки, то их абсциссы, это корни нашего уровня. И так будет при каждом положительном значении а. Значит, можно сказать так. Если а больше нуля, то уравнение имеет два корня. Если а отрицательно, то корней нет. Я так это условно изображу. А если а равняется нулю, один корень. Один корень. Вот посмотрите, среди всех этих значений особым образом выделяется а, равное нулю. Вот нулевое значение параметра разделяет качественно. То два корня, то нет корня. И вот когда вы решаете обычно задачу такого, просто отвечая на вопрос, сколько корней имеет уравнение при каждом значении параметра, вот вы именно и находите вот эти точки, там их по-разному называют, тасовый, еще как-то. Ну их можно назвать точки бифуркации. И когда я смотрю на этот рисунок, я вспоминаю такую жизненную ситуацию. Параметры ведь могут меняться в разных системах. Скажем, ну вот отправились мы в поход вообразимо, вот в той банке, в которой я буду показывать потом опыт, вот мы взяли с собой запас воды и отправились в пустыню вообразимо безводную. И вдруг случилась какая-то неприятность. Мы случайно в эту воду вот уронили кусочек соли. Мы будем использовать эту воду для петель? Нет. Но это опять же надо найти точку, когда нам будет это количество соли. Совершенно верно. Вот вы правильно сказали. Если чуть-чуть там соли, ну не страшно. Можно. А если уж мы превратили это как в морскую воду, ну конечно используем. То есть опять вот можно использовать или нельзя использовать. Это ведь не только вот к этому простому примеру относится. Это может относиться, скажем, к окружающей нас природе, как мы к ней относимся. Вот в стоки поступают какой-то, кстати, загрязняющие стоки, там в озеро или в речку. Экосистемы обладают способом самоочищаться. Через какое-то время вода очистится, там все вредные примеси осады и так далее, можно эту воду использовать. Но мы же прекрасно понимаем, что если мы слишком будем беспощадно относиться к природе, то наступят необратимые изменения, и тогда эта вода будет абсолютно непригодна ни к чему. Вот всегда важно видеть вот эту границу изменения параметров. Это относится и к экономике, и к психологии, и даже к отношениям между людьми. Два товарища. Может один как-то пошутить над другим, какую-то колкость сказать. Может. Но каждый из нас понимает, в каких границах можно это осуществить. Это осуществить. Так вот, такие бифуркационные значения присутствуют совершенно в разных ситуациях. Иногда переход через точку бифуркации называют катастрофой. Еще один пример катастрофы. Плоскость. И на эту плоскость я помещаю вот такие кольца-диски. Это катушка, на которой был намотан скотч. Вот одна катушка, другая, третья. Так, еще у меня есть четвертая. Вот они находятся в состоянии равновесия, или в состоянии покоя. Это положение равновесия, как называется, устойчивым, неустойчивым, или безразличным. Кто, как помнит, из физики? Безразличный. Пожалуйста, громче. Безразличный. Да, безразличный. Так, сейчас я эту плоскость с одной стороны вот буду поднимать. То есть это горизонтальная плоскость превратится в наклонную плоскость. Что произойдет с этими катушками? Они покатятся. Так, давайте посмотрим, как они будут катиться. Вы заметили, наверное, что одна катушка скатилась быстро, а некоторые катушки содержались довольно долго на этой наклонной плоскости. Смотрите, я поднимаю, угол наклона увеличивается, а они не катятся. Одна скатилась, а эта еще удерживается. Значит, та уже испытала катастрофу. Она укатилась, а может быть там пропасть. А эта держится, вон она уже скалит, но не катится. Так, почему эта катушка не катилась? Тренинг, по-моему, тренинг, по-моему, Тренинг. 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 Потому что держались за край. Залили. Так, вам, наверное, не видно. Дело в том, что я превратил пятую катушку в Ваньку встань. Все помнят игрушку детскую Ваньку встань? Да. Вот. Я здесь на нижней части с одной стороны укрепил груз. Винт, болт. И вот эта такая простая механическая система обладает способностью вот задерживаться на наклонной плоскости. Не кажется. Но опять мы замечаем, что есть положение, при котором устойчивость исчезает. И вот такое неожиданное изменение положения равновесия называется бифуркацией. А после или даже более случайный термин катастрофа. Скачкообразная неожиданная есть раздел математики, который так и называется теория катастрофы. Рассчитали здесь, когда произойдет катастрофа вот в этой системе очень простой. Лестница удерживается вперед. сейчас я хочу еще раз сказать, что употребить такое слово, как используем эту систему, или эксплуатируем эту систему, или применяем эту систему. Мы можем использовать тот или иной механизм, или ту или иную систему в данном случае, когда она устойчива. Наверное, я хочу обратить внимание сейчас. Скажите, вот чтобы кататься на лыжах с горки, что нужно иметь? Лыжи, так, горку, палки, так, горку, ну хорошо, вот горка, 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 а потом что должны иметь? На своем пути. Да, горка не должна быть бесконечной, потому что, ну что же, это невозможно. Значит, после этого мы должны перейти, скажем, на ровный участок для того, чтобы вернуться в состояние покоя. Мы не можем вечно перейти. Значит, для того, чтобы кататься на лыжах, надо иметь не просто вот эту высокую гору с хорошим скольфейном, с хорошим снегом, но и какой-то механизм, какую-то систему, ландшафт какой-то, где мы могли бы остановиться. Это вот так. Потому что движение по склону горному это ускоренное движение, здесь нет положения равновесия, и до бесконечности оно продолжаться не может. сэр. Сэр. Сэр.